Продолжение следует... Давай, тебе же хочется. Хочешь серьезных отношений? Давай встречаться. Исполнительные продюсеры Брэд Барон и Марка Пеннетт. Объявление должно звучать так. Требуется система для художника комиксов в национальном издательстве. Нет, это не Битл Бейли, наш про женщину. Нет, это Кэти. Я о Каролине в большом городе. Это остроумный, добрый, беззаботный... А так? Ну, будем крыты. Я считаю, ваше объявление будет у меня. Благодарю, что откликнулись на мое объявление, мистер Монро. Просто Монро. Одно слово. Как Пикассо. Или Шер. Или Сатана. Я хочу начать сразу же. Я читала все комиксы про Каролину. У меня есть все книги про Каролину. Есть все календари с Каролиной. Все открытки с Каролиной. Обожаю их. У меня еще записано несколько человек на собеседование. Не останавливайся, Каролина. Я не просто хочу работать с тобой, я хочу быть с тобой. Нет уж, иди домой. Знакомые говорят, я похожа на тебя. Пока. Привет. Энни, я думала, ты в Атлантик-Сити. Когда ты вернулась? Вчера вечером. Ну и как? Мне повезло. Увидимся, везунчик. А у тебя что творится? Мы с Деллом сильно поругались и расстались. Да иди ты. Как ты могла порвать с Деллом? У него же такие шикарные волосы. Ну не знаю, Энни, мне хочется чего-то большего. Он мог бы их отрастить. Я устала от всего этого. Мне нужно отдохнуть от парней. Буду общаться с друзьями, ходить по музеям. Боже мой, почему каждый раз, когда ты расстаешься с парнями, мне надо идти в музей? Кто там? Ричард Каринский. Насчет этой, как ее, работы. Поднимайтесь, второй этаж. Мне надо к работе подготовиться. Зайду, когда освобожусь. Вижу, ты очень занята сегодня. И не говори. Сегодня в час встречаюсь с Деллом в его конторе. Знаешь, мне не хочется говорить тебе об этом. Хотя нет, хочется. Я предупреждала тебя, чтобы ты не встречалась с парнями, с которыми работаешь. Я так не делаю никогда. Ну да, ты встречаешься с теми, у кого вообще нет работы. Приятно быть твоим другом. Куда ж подевались те времена, в которые только решишь порвать с парнями, он сразу же исчезает. Да не было у тебя таких времен. Все твои отношения окончались ужасно. Ты хочешь сказать, что со мной что-то не так? Знаешь, старушка из сериала, она написала убийство, никогда не думала, что с ней что-то не так. Но каждый раз, когда она приходила на званный ужин, кто-то умирал. Пора бы уже и задуматься. Так вы знакомы с Каролиной? Кажется, у моего стоматолога есть ее календарь. Такая длинноволосая девчонка, которая пытается влезть в мамочкин купальник. Нет, это Кэти. Боже, как я смущен. Знаете, по-моему, вы на большее способны, чем эта работа. Так и есть. Тогда что же вам нужно? Деньги? Кажется, я не смогу зарабатывать на жизнь, как настоящий художник, пока я жив. Лодырь. Это точно. Ну, замечательно. У вас тут кошка. А, это Сольчик. На самом деле его зовут Соль. Раньше у меня был перчик, но он сбежал год назад. Как обычно и поступают мужчины. А вот Соль, ими странное само по себе, очень интересно. Вы не могли бы заставить его исчезнуть? Простите, у вас аллергия? Нет, просто я не люблю кошек, собак и всех, кто бегает и гадит в ботинки, когда ты приходишь домой. Тогда это может стать проблемой, потому что я обычно очень возбуждена, когда ко мне люди приходят. Даже не улыбнулись. Ну что ж, у меня есть еще несколько претендентов, но я буду с вами на связи. Не будете. Не поняла? У меня было достаточно собеседований, чтобы изучить эти признаки. Буду очень признателен, если вы сразу скажете, что я не получу работу, чтобы я не тратил время сидя у телефона, который, кстати, скоро отключат. Нет, мистер Каринский, я правда позвоню? Ладно, хорошо, вы можете найти меня в моей квартире в ближайшие 24 часа. Если позже, то вот номер приюта. Но я не настаиваю. Хорошо, мистер Каринский, возможно, нам стоит попробовать. Отлично, я не прихожу раньше 10, не работаю по выходным, и мне нужно полтора часа на обед. Как раз это сейчас. Увидимся в два. Приятно работать с вами. Привет, Дэл. Здравствуйте, мистер Кэссиди. Привет, Дэл. Привет. Привет, Дэл. Ну? Ну? Что может быть более неловким? Ну, например, если бы моя мама застукала нас голыми. Вот что. Мы оба знаем, что это несколько странно, но нам работать вместе. Правильно, ведь мы профессионалы. И мне все еще нравится звук, когда ты молнию расстегиваешь. Дэл, перестань. Открытки. Да, конечно. Ну? Это, это... А почему мы расстались? Потому что после двух твоих неудачных браков тебе нельзя подходить никому, кто крупнее золотой рыбки. Это потому, что все живое на земле обычно разводится со мной. Перестань, Дэл. Открытки. Я хочу, чтобы ты знала, мне действительно тебя не хватает, Дэл. Мне тебя тоже. Скучаю потому, как мы валялись в постели, ели Капитана Хруста, смотрели Гартелда с утра по субботам. Дэл, мы же договорились не упоминать об этом вне моей квартиры. Знаю. Так, так, Дэл. У меня есть прекрасная идея. Есть непаханное поле, где только и ждут твоих открыток. Привет, Каролина. Я думал, вы расстались. Меня здесь нет. Представь, Дэл. Дэл, ты женщина. Ты женщина, тебе 50, и ты только что развелся. Поздравляю, ты только что порвала с мужчиной. Открываешь? Менопауза кончилась. Ладно, тебе это не нравится. Чарли, ему это не нравится. Ладно, есть другое непаханное поле, по-настоящему свежая идея. Итак, мне просто хочется встать и закричать. Открываешь? Привет, народ, я вышел. Подходит для геев и молодых певич. Ладно, ему и это не нравится. Так, ладно, все, спокойствие. Даже не верится, что он не твой родственник. Ладно, я вижу, ты занят. Выскажи мнение об открытках, и я пойду за мной. Секс обедом. Как жарко. Послушай, Каролина, то, что мы больше не видимся, не означает, что мы не можем видеть друг друга. Ну да, может быть, в кино сходим? Да, когда? Как насчет сегодня? Сегодня никак. У меня... Дело. Дело? Типа срочной операции? Нет, у меня... Делл. Делл, я уже большая девочка. Если у тебя свидание, так прямо и скажи. Ладно, у меня свидание. Свидание? Ты же сама сказала, что нам надо вроде как двигаться дальше. Должны? И, кстати, о совпадениях. Я тут вспомнила, у меня ведь тоже сегодня свидание. Да ну? Даже неловко как-то. Сначала мы с тобой встречаемся, а вот теперь это настоящее жаркое свидание. И куда же ты собралась домой? Нет, на твое настоящее жаркое свидание. Крымо? Боже мой. Что опять? Мы с Дебби туда собрались. Делл, это же наше место. Однако же ты туда собралась? Ну да, я же его открыла. Это что, континент? Ладно. Я отменю свидание. Нет. Нет, не меняй из-за меня свои планы. Послушай, Делл, я не собираюсь устраивать свидание в том же ресторане, где и у тебя свидание. Это для меня уже слишком. Доктор Девенпорт? Это Каролина Даффи. Мне кажется, моя кошка приболела. Нет, ей лучше не двигаться. Может быть, мы могли бы встретиться за ужином и обсудить это у Рэма в восемь? У вас планы? Ну, ничего. Это всего лишь кошка. Она справится. Ой, Каролина, что-то случилось? Нет, 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 но спасибо за участие. Мне остаться или вам вдвоем нужно побыть одним? Ричард, ты не любишь общаться? Мы с предыдущей ассистенткой Дженни могли часами болтать, иногда вообще не работали. А вот теперь она уехала в Чикаго, чтобы выйти за Билла. Прошу прощения, а что, слушать о ваших личных проблемах входит в мои обязанности? А то я не очень разбираюсь в личных проблемах. Добавлю еще по два бакса за час. Так о чем ты? Вот что случилось. Восемь месяцев я твердила, что он опускал за собой сиденье унитаза, ему было плевать. Вот я сказала, что нам надо двигаться дальше, и бах-бах. В 86 часов спустя у него свидание. Свидание. Ну, разумеется, и я сказала, что у меня свидание. Солгала. Так что через 4 часа мне нужно быть в ресторане и доказать, что у меня действительно свидание, хотя это не так. Ты уверена, что предыдущая ассистентка уехала из-за свадьбы? Ух ты! Старомодный и с юмором, да ты полон сюрпризов. Упс, ой, мне пора. Погоди, ты же не закончил. Ну, завтра закончу. Нет, ты не можешь, это бизнес, и у нас сроки. Вот, оставлю ключи. Возьми, закончишь сегодня вечером, потом вернешь. Я собирался пойти на фестиваль мудных шлицарских документалов. Ладно, ладно, слишком много веселья для одной ночи. Плохие новости, Каролина. Что такое? Я звонила Питеру, парню с той вечеринки в прошлом месяце, он не пойдет. Он не помнит меня? Нет, помнит, ты ему не нравишься. А ты кто? Энни, это Ричард. Ричард, это Энни. Ты, наверное, тот озабоченный кошкой ненавистник, а ты, наверное, та распутная соседка из комикса. Да, только моя грудь больше. Тебе виднее. Злюка? Мне нравится. Ричард, знаешь, мы еще плохо знаем друг друга, может быть, нам... Нет. Каролина, не сдавайся. Это Нью-Йорк. Ты можешь бросить из окна одну из этих рушек и попасть в потрясающего парня. Ну, конечно. Посмотрим, что там. Простите, святой отец. Глупости это все. Я просто позвоню Деллу и скажу, что все это большая игра, и я из нее выхожу. Зачем звонить ему? Завтра в офисе бы и сказала. И то правда. А затем видеть его самодовольную хмылку, когда он скажет, что он двигается дальше, а я нет. Вон тот парень в синем костюме. Слишком тощий. Уже без четверти семь. Кидай. А теперь, когда он начнется. Попроси его пойти сегодня с тобой. Эй, там. Что вы делаете? Прошу прощения, мы с подругой кидали фрукты из окна, чтобы познакомиться с мужчиной. Тогда не так обидно за нападение. Слегка неуклюжий, но милый. Ну и как тебя зовут? Джульетта. Ну привет, Джульетта, я Джефф. Нет, на самом деле я не Джульетта, я Каролина. А Джульетта, это из Ромео и Джульетты, там была сцена на балконе. Неудивительно, что тебя не получается со свиданием. Послушайте, Джефф, не сочтите меня сумасшедче, но я хотела бы вас угостить ужином сегодня. Даже не знаю. Там, на седьмом мобиле, женщина в меня бросила свиной отбивной. Эй, у меня и дыни есть, не вынуждайте меня их применять. Заказ на двоих для Даффи. Даффи? Даффи, даффи. Не вижу вашего заказа. Я звонила два часа назад. Каро, фелиссима, ремо. Каролина и сеньор Дель, мои любимые клиенты. Когда я узнать, что ты сделаешь заказ после того, как сеньор Дель сделает заказ, я понял, что произошла какая-то ошибка. И я... Убрать твое имя. Но не волнуйся, я приготовил для вас, сеньор Дель, лучший столик в этом заведении. Лучший. Ну, я надеялась на два лучших столика, потому что сеньор Дель и я, мы больше не вместе. Мы расстались. Но все в порядке. Правда. Я никогда не любит сеньор Дель. Он большой, фальшивый ублюдок. Пойдем. Я даю тебе хороший тихий столик в сторонке. Идем, идем. Я выбросила шесть килофруктов в окно не ради тихого столика. Вот здесь мне нравится. У меня будет настоящее жаркое свидание. Он не здесь. Насколько все плохо? Блондинка, 22 лет, в платье, обтянутом, как оболочка на колбасе. Винную карту. Каролина, это так тяжело. Я сказать ему, чтобы он уходить. Нет, нет, Ремо, нет. Сеньор Дель. Привет. Так рад вас здесь видеть снова. Пойдем. Я приготовлю для вас лучший столик. Лучший. Эй, большая шишка. Привет, Даф. А, Дел, это ты? Дебби, это мой друг Каролина Даффи. И ее свидание. Она не очень общительная. Он скоро придет. Просто слегка опаздывает. Дел говорил, что ты рисуешь маленькие комиксы про Каролину. Да, вы читали мои комиксы? Нет, я перестала читать комиксы еще в детстве. А, так это всего неделю назад. Боже мой. Эти ножи, такие грязные. Дайте я взгляну на них. Зверюга. Привет, зверюга. Вот чем надо отпугивать грабителей. Так, не трогай их. Назад. Привет, это Каролина. Вы знаете, что делать. Каролина, привет. Это Джефф Болдин с улицы. Надеюсь, ты прослушаешь это сообщение. Дело в том, что кое-что произошло. Я пытался встретиться с тобой в Рэмо, но... Джеффри, с кем ты разговариваешь? Узнаю прогноз погоды. Ну, конечно. Надеюсь, это не одна из твоих шлюшек. Сьюзан, просто положи трубку. Мне пора. Как-нибудь в другой раз. Созвонимся. О, это намного интереснее, чем швейцарские документалки. Проходите, проходите. Каролина. Ричард, а что ты здесь делаешь? Я звонил тебе, но на тебя не зарегистрировал столик. Джефф с улицы. Не придет. О чем это ты? Когда я был у тебя, он звонил на автоответчик. Боже, что он там еще придумал? Ну, я уверен, он хороший парень. Но его жена не пустила. Жена? Он женат? Если тебе это важно, не думаю, что это надолго. Это просто замечательно. Нет, нет, нет. Ты же не будешь плакать. Я не очень хорошо умею управляться с плачущими. Ричард, ты не очень хорошо умеешь управляться ни с чем со дня затворения мира. Ладно, приятного аппетита. Ну, здравствуйте. Дел Кассиди. Ричард. Каринский. Ричард мой ее парень. Прости, детка. Я пришел бы раньше, но сегодня я весь день был в хирургии. Эти трансплантации так много времени отнимают. Ну, и что у нас тут? После такого дня что угодно, только не печень. Эй, Дул. Дел. Неважно, присоединяйся. Да нет, мне нужно вернуться к моему свиданию. Чем быстрее поедим, тем быстрее поедем ко мне. Ну, вы не единственные, кто будет есть на скорость. Смотрите, не подавитесь. Неважно, я же с врачом. Ух ты, Ричард, это так мило. Не благодари, я все еще на работе. И все еще смотрю на Амара. В общем, в Риме, мои картины никому не понравились, но все равно было здорово, потому что после этого Джулия оставила меня, и я вообще не смог писать. Она разбила твое сердце? Нет, кисти поломала. Конечно же, сердце разбила. Я знаю, что действительно любил ее. Настоящая любовь. Такая, что не возникает никаких сомнений. Ну что ж, Ричард, спасибо за то, что ты сделал для меня сегодня. Ну, тебе спасибо, что рассказала, какой у них сладкий кек до того, как я его заказал. А, вот вы где. Я звонил, никто не отвечал, я подумал, что вы, наверное, кошачьтесь. Интересный эфемизм. Так вы еще не кошачьтесь? Я просто хотел вернуть ключ, ну, подсунуть под дверь. У меня копия твоего ключа. У меня тоже. Так значит, вы любите друг друга? Ладно, все это большая ошибка, я пойду. Нет, нет, подождите, мне все равно пора. Ранняя операция завтра. Кстати, в какой больнице вы работаете? Вообще-то у меня собственная практика. Ну, и давно вы знакомы? Ладно, Делл, я не могу так больше. Ричард не доктор, и мы с ним не встречаемся. Это мой новый ассистент, и, вероятно, я должна ему буду сверхурочной. Ладно, ты выиграл. Ты двигаешься вперед, а я нет. Знаешь, я не хочу двигаться дальше. Как ты думаешь, где Деби сейчас? Наверное, в вечерней школе? Наверное, я это заслужил. Не заслужил. Послушай, раз уж ты здесь, давай я отдам тебе эскизы рождественских открыток. И мне время с утра сэкономит. Есть у меня несколько безумных идей. Ладно. Только скажи мне, что это для тебя ничего не значит, и я уйду и больше никогда не вернусь. Делл, я не могу этого сказать. Да. Но Делл. Мне хочется чего-то больше, мне хочется искренней любви. Такое, что не вызывает никаких сомнений. Ты думаешь, я не могу тебе это дать? Да ты сам в этом не уверен. Так что же нам делать, Каролина? Видеться на работе, кивать друг к другу, притворяться, что нет ничего, хотя оба знаем, что есть. Мы можем попытаться пройти через это и остаться друзьями. Вспомни, я был дважды женат, я не знаю, как быть друзьями. Я покажу тебе. Друзья? 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 Каролина в большом городе. Авторы идеи Фред Барон, Марк Пеннетт и Доти Дарпен. Ну, давай же. Настоящая любовь, настоящая любовь, просто друзья. Настоящая любовь, настоящая любовь, настоящая любовь. Но, но это же был мой автомат. Исполнительные продюсеры Фред Барон и Марка Пеннетт. Ничего не говори, у меня мало времени. Я ехала сегодня в метро, Каролина, и познакомилась с парнем для тебя. Энни. Даже не возражай, здесь его имя и телефон. Энни. Я бы оставила его себе, но так как ты с Дэллом... Пора сменить лошадку. Он блондин, с голубыми глазами. А что с мышцами? Они просто... Дэл! А что он здесь делает? Вы же вроде бы расстались. Ну, мы вернулись на 30 дней назад. Боже, мы не виделись всего два дня, а как будто бы я пропустила целую серию Мэлорус Плейс. А это что? Ты вроде не говорила, что уезжаешь. Да нет, мы только на выходные. Мы в Атлантик Сити собрались. Как романтично. 60-летние официантки, Уэйн Ньютон, азартные игры. С возвращением классные мышцы. Пока не забыл. У меня есть 500 долларов наличными. Я отдам тебе мою кредитку, и пока я их не потрачу, не давай мне ее. Хорошо, так и сделаю. Дэл, это карта видеопроката. Боишься слететь с катушек и взять на прокат Говарда утку? Вот моя кредитка. По-моему, Говарда утку недооценили. Спрячь ее в безопасное место. Как тебе здесь? Это первое место, куда я загляну, когда опустошусь. Вижу, вам уже надоел кухонный стол. Мы тебя уже целый час ждем. Меня ограбили. Я не люблю строить из себя начальника, но мы действительно спешим. Вообще-то, меня ограбили. Ну да. Типа, кошелек или жизнь? Да. Спасибо, что дала мне это еще раз испытать. Боже мой. Где и как это произошло? Он застал меня у светофоров в кварталах от Сан-Марка. И никого рядом не было? Только ангелы-хранители, но и они не могли помочь, потому что покупали себе береты. Это так ужасно. Дать воды. Вода сейчас самое то. Суп. Суп это хорошо. Будешь суп? Ну я уж точно не замерз от нападения. Может кофе? Хорошо, кофе. У него был пистолет? Нет. Нож? Нет. Страшный голос. Дэл, речь сейчас не об этом. А что, если ко мне подойдет сзади старушка и попросит бумажника, я отдам ей его? Замечательно. Я говорю о страхе, а он о старухе. Я хочу понять. Безоружный человек подходит к тебе и при всех просит бумажник. И ты отдал? Он был крупный, понятно? Насколько крупный? Крупный. Насколько? Крупнее старушки. Мальчики. Главное, что Ричард не пострадал. Ну, украли у тебя немного. Мы все восстановим в Атлантик-Сити, правда, Дэл? Он взял мой портфель. Этот кусок кожи можно заменить. В нем были твои комиксы на понедельник. Один бургер. Два бургера. Ура! Я выиграл бесплатный бургер! Дэл, мы не успеваем. Думаю, ты должен поехать в Атлантик-Сити без меня. Постойка, это старый трюк. Я его знаю. Нет, я не поеду без тебя, потому что это будет бесчувственно. Ты такой милый. Да. Прошу прощения. Тут на дне Святого Патрика, я так полагаю, это Будда? Нет, это лепрекон. Просто слегка растолстевший. Ну же, ты даже март не закончил. Я раскрашиваю траву, ты меня достать пытаешься? Нет, если я захочу достать тебя, я буду красить листок за листком. Листок. Ой, смотри, клевер. С одним, двумя, тремя, четырьмя лепестками. Везет. Каролина, Делл, перестань, а то он вернется к февралю и раскрасит сердечки в черный. Давай помогу, небо раскрашу. Положи на место. У меня есть опыт, я закончил начальную школу. Ну все, Делл, прошу, уйди. Нет, Каролина, это будет без чувств. А, на этот раз ты не это имела в виду. Ладно, ухожу. Ты тоже почувствовала? Уровень интеллекта в комнате подпрыгнул на целых 20 пунктов. Ты мог бы попытаться с ним быть полюбезнее. Или попытаться посмотреть, как Тори спеллинг играет Медею, но жизнь слишком коротка. Ну ладно. Делл ушел, только ты и я. Хочешь поговорить? О чем? Ну как ты думаешь, о нападении? Я не хочу говорить об этом. Тебе нужно это. Нет, все замечательно, Каролина, мне не нужно говорить об этом. Это прошлое, все кончилось, ушло. Ладно, проехали. Не хочешь, не говори. Вот и славно. Можно только об одном спросить? Разве тебя остановишь? Ты подавлен? Подавлен, подавлен. Сейчас угадаю. Первый курс, психология, первый урок. Возможно, ты сильно удивишься, но я раньше посещала психолога. Ты? Нет. И почему перестала? Из-за моего психолога. Неважно. Но доктор Бёрлс меня научил, как использовать ролевые игры. Я покажу тебе. Итак. Представь, что эта подушка – тот человек, который напал на тебя. Что бы ты ему сказал? Ну же. Пожалуйста, не играть на меня. Иначе меня сведут с ума, заставляя разговаривать с подушкой. Ладно, ладно. Я покажу тебе. Может быть, это банально. Но я представлю, что эта подушка – это моя мама. 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 Несмотря на то, что я оставила Висконсин, и у меня нет детей, и я не такая, как моя сестра, твоя любимица, не делай вид, что это не так. Я стала человеком значимым, сильным. Мне жаль, но время вышло. Ну что скажешь? Только то, что это не твоя мама. Привет. Привет. Ты же вроде бы должна быть в Атлантик-Сити. Что ты делаешь? Собралась цветы поливать. Пивом? А разве ты не им поливаешь? Ты собралась устроить вечеринку в моей квартире, пока меня нет? Ну, это даже и вечеринкой не назвать. Пригласила больше десяти человек? Да. Выпивка будет? Эй. Значит, это вечеринка, и забудь о ней. Я еще прошлый раз не забыла. Мне три дня понадобилось, чтобы понять, что перегаром несет от парня, лежащего под кроватью. Ладно, повешу записку на твоей двери. Для тебя это будет новшество. Первый раз твои гости будут читать. Ричи, хочешь, приходи на мою вечеринку. Зачем мне это? Нам вечно льда не хватает. Энни, Энни. Давай сегодня без шуток, его ограбили. Серьезно? Да. Ладно, буду паинькой. Эй, слабак, слышала, тебя ограбили? Да, и забрали последние 37 долларов, и это не смешно. Он и вправду расстроен. Я же говорила... Мне жаль, Ричард, но такое иногда случается. На мою тетю напали прямо возле дома моих родителей. Причем, похоже, это был парень, который с ней тогда встречался. Это был адский день благодарения. И знаешь, что она сделала? Пристрелила его? Несмотря на распространенное мнение и фильмы Фрэнсиса Корда Копполы, не все итальянцы решают проблемы с помощью оружия. Она проклевала его. Правильно сделала. И купила новую сумочку. Восстановила самоконтроль. И тебе это нужно. Восстанови самоконтроль. Я не могу восстановить самоконтроль. Я не могу сесть в автобус, у меня нет денег. Ладно, Ричард, хватит, надень пальто. Что? А как же календарь? Он подождет, это важнее. Пойдем в Мэйси, купим тебе новый бумажник. Я заплачу, и тебе станет легче. Да, но... Мэйси? Ну ладно, ладно, в Блуминг Дейл. В Блуминг Дейл? Ну хорошо. Сакс. Сакс – это лучше. Я не говорил, что всегда хотел ремень из крокодиловой кожи? Ты только посмотри. Это просто фантастика. У меня никогда не было бумажника из крокодиловой кожи. Я люблю свой крокодиловый бумажник. Просто не верится, что на тебя напали. Только взгляни на все эти отсеки для кредиток. Думаю, они мне не понадобятся. Это не только для кредиток. Сюда можно вставить фотографии друзей. Тебе это не понадобится. Ну, замечательно. Что? Вот сейчас. 20 пустых мест, но он сядет рядом со мной. Никогда не подводит. Я магнит для пьяниц. Не сади здесь, не сади здесь, не сади здесь. Слава Богу. Ричард, помоги. Что мне делать? Поговори с ним. Это кого угодно отпугнет. Здрасте. Самое время приступить к терапии. Я выросла на Среднем Западе. Извините, мне пора. 14 ст. Давай, Каролина, перейдем в другой вагон. Ты потерял пьяницу? Давай, вставай. Нет, Каролина. Я только место заняла, никуда не пойду. Смотри. Это тот тип. Какой тип? Тот, который напал на меня. Он в поезде. Ричард, в Нью-Йорке 9 миллионов жителей. Наверное, он уже всех ограбил и решил задом начать с меня. Теперь вставай, Каролина, это точно он. Где? Под плакатом с зубными болезнями. Боже мой, Ричард, он огромный. Да нет, не он. Он. Ричард, ты же говорил... Знаю, пойдем. Нельзя дать ему уйти. Он на меня напал. Он украл мои рисунки, а значит, ты на меня напал. Эй, ты. Подержи сумочку. Не надо, Каролина. Не с места, дружок. Эй, эй, эй! Ладно. Коридор чист. Идем. Прикрой меня. Не с места, худышка. Спасибо за худышку. На пол. Что с тобой? Что с ней? Понятия не имею, но если поймаю, накачаю валиумом. Это просто потрясающе, это невероятно. Что, что случилось? Мы поймали грабителя Ричарда. В смысле, мы атаковали его. Иди ты, ушла. Где и как? В метро. В метро? На ветке А. Боже мой, я езжу по ней, я знаю. Может, подождете звонка с урока, а потом будете болтать? Эй, я не школьница. Я Каролина Даппи, борец с преступностью. Пора выпить. Да. Я пиво буду, а ты? Тоже. Подумываю о том, чтобы надеть плащ, взять напарника и охранять окрестности. Только трикони надевай, а то после еды живот будет видно. Я повалила его на пол и вонзила каблук ему прямо в спину. Обожаю это. Ну и как? Он был сильный, страшный, здоровый. Здоровый? Ну, это понятие относительное. Что ты хочешь сказать? Ну, он был немного... Так и скажи, я был ограблен одним из семи гномов. Но не настолько низкий. С таким ростом его даже на американские горки не пустят. Сора. Мама с папой. Позже. Давай, Ричард, выпей пиво, отпраздную. Не такое уж событие, но все-таки мы вора поймали. Не мы, а ты поймала. Это не так, ты помогал? Ну да, точно, я охранял сумочку. Ты сделал больше. Ты... Ты... Не важно, кто сделал больше. Главный результат. Я занят. Тебе не пора патрулировать? Да что с тобой? Ты правда не понимаешь? Я не понимаю. Каролина, если ты думаешь... Привет. А че, тусовка тут? Нет, это чуть дальше. Вот же написано. Точно. У тебя клевые зубы. Спасибо, я их чищу. Я тоже. Хочешь, пойдем ко мне смотреть игру Никсов в моей пижаме? Нет, извини, я не люблю спорт. Вот отстой. Так о чем мы? Не знаю, забыл. Я занят, хорошо? Хорошо. Вот и славно. Замечательно. Каким цветом раскрашивать? Желтым. Ты издеваешься? Что? Желтым? Это первое, что пришло тебе на ум? Ричард, это солнце. Я не могу слышать, как ты меня осуждаешь. Осуждаю? Ты меня слышала. Я не осуждаю тебя. Послушай, каждый по-своему реагирует на ситуацию. Вот я, например, обычно доброжелательный, стараюсь, чтобы все были счастливы. Я же карикатурист. Но сегодня у меня возникло желание атаковать. Да, у меня возникло желание забиться в угол. Это ты говоришь, а не я. Да, но ты сделала солнце желтым. Да, как раз перед тем, как создать зверям поля. Вечеринка здесь? Да, конечно, вечеринка здесь. Не в конце же коридора, откуда доносится музыка, смех, шум. Видишь? Ричард, ты куда? Ты же еще за декабрь не взялся. Я ухожу. Возьму его с собой. Надеюсь, ты мне доверяешь идти с ним по улице. Ричард, ты не можешь сходить с ума каждый раз, когда мы спорим. Да, или ты можешь ударить меня по голове свернутой газетой. Послушай, я не считала тебя трусом, но если ты уйдешь, то, похоже, ты именно такой. Послушай, Каролина. На мое десятилетие мне подарили кожаную куртку. Она мне очень нравилась. Но однажды, после уроков, Курт Гастингер, который сейчас сидит в тюрьме для алкоголиков, снял ее с меня и забрал. А я, по определенным причинам, не стал защищаться. Просто не стал. Я остался без куртки. Мне было очень плохо, но хуже всего было то, что моя сестра была там. На ее лице было выражение полной разочарованности. Сегодня твое лицо выражало то же самое. Ричард, мне так... Ничего, все в порядке. Боже, всю вечеринку испортил. Извините. Мой бумажник. Мой бумажник. Этот тип украл мой бумажник. Эй. Эй, ты. В рубашке, как у горца. Отдай мне бумажник. Что? Что слышал? Гони бумажник. Ублюдок. Я твой худший кошмар. Эти руки зарегистрированы в школе изобразительных искусств. Гони бумажник. Сейчас же. Сейчас же. Ладно, ладно. Только успокойтесь. Спокойно. Панк. Панк. Боже мой. Боже мой. Я только что ограбил человека. Алло, Энни. Это миссис Харрис из квартиры 3А. Энни, ваша музыка очень громко играет. Да, это я. Я работать пытаюсь, понимаешь? Ладно. Вот вам. Ричард, наконец-то. А, это ты. Ну не мой день сегодня. Еще и толпа в коридоре встретила меня недовольным гулом. Ой, нет, прости. Я рада тебя видеть. Просто многое случилось, пока тебя не было. А почему ты так быстро вернулся? Я не смог. Приехал в казино. Начал скучать, поэтому решил вернуться. Ты проиграл свои пятьсотен? Да, за 10 минут. Бедненький малыш. Не может быть, чтобы вечер совсем не удался. Автоответчик включен. Пусть он и работает. Привет, это Каролина. Вы знаете, что делать. Каролина, ты дома? Это Ричард. Вот черт. Оторвись от мороженого и подойди к телефону. Да, я слушаю. Ты что? Успокойся, я скоро буду. Боже мой. Ричарда арестовали. Мне нужно ехать внести за него залог. Он в тюрьме и никуда оттуда не денется. За 20 минут с ним ничего не случится. Ладно, это было бесчувственно. Хорошо, 20 минут, только быстро. Не верится, что этот день реальный. Посмотри на это с положительной стороны. Нет тут положительной стороны. Я должен тебе 2000 долларов за залог. Мне придется всю жизнь быть твоим рабом. Да, еще. Сегодня я ограбил человека. Он был здоровым. Может, тебя ограбил и маленький тип, но ты выбрал большого. А настоящему большого. Он был просто огромным. Каролина в большом городе. Авторы идеи Фред Барон, Марка Пенетт и Тотти Дартлан. Что скажешь об этом, Ричард? Видишь эту маленькую точку? Она символизирует, насколько мы малы. Если бы мы только могли, идя по жизненному пути, отступить и взглянуть со стороны, мы бы увидели, насколько мы ничтожны. Ладно, это о небытии. Полной пустоте. Отсутствие содержания. Исполнительные продюсеры Фред Барон и Марк Пенетт. Каролина, ты уверена, что тебе стоит ходить в салон Аллена? Я знаю, ты помнишь только о том, что там хорошо стригут. Но вспомни. Завивка, как у Пуделя прошлым летом. Покраска в 94-м. Я стригусь у Аллена уже три года. Видимо, у него закончилось вдохновение, и теперь он просто двигает руками. Может, тебя записать к моему знакомому? Ну, не знаю, Энни. Привет, Ричард. Проклятье. Присоединишься к нам? Ну, я собирался поискать место, где бы в одиночестве почитать тошноту Сартра. Присаживайся, тошнотой можешь заняться и после обеда. Что с твоей головой? Запиши меня к своему. Пол, мне надо уехать. Я только что звонил в галерею, туда вбежал этот придурок, приковал себя к моему помощнику и заявил, что он живая скульптура. Римо, вы слышали? Глава четвертая. Запах смерти. Ричард, ты не понял? Ты художник, а у него своя галерея. Римо, ты не знаешь, кто это? Си, это Кенет Арабиан. У него есть крутая художественная галерея в центре, и он взял калмары. Очень хорошее блюдо. Ричард, иди поговори с ним. Представься. Может быть, он выставит твои работы? Да ладно, Каролина, это так не делается. Это ты так не делаешь, но так можно. Послушай, я уже смирился с тем, что я один из тех художников, которые становятся известными только после своей смерти. Может быть, звучит жутко, но это вселяет в меня уверенность. Иди давай. Нет, иди. Нет, иди. Все, хватит. Ладно, ты сам этого захотел. Ричард, не спорь со мной. Ты великий художник. И мир многое потерял из-за того, что ты не выставляешь свои работы. Он смотрит? Нет, думаю, он пытается понять, из-за чего у него из ушей кровь потекла. Это так печально. Ведь он только и мечтает о том, чтобы хотя бы одну из его картин выставили в галерее. Но между нами, по-моему, он боится быть непонятым. В 30 лет он раскрашивает комиксы, чтобы выжить. С чего ты все это взяла? Я просто хочу что-нибудь сделать, чтобы помочь ему. Ну так прогуляйся с ним, поговори. Ну не знаю, не хочу показаться навязчивой. Предоставь это мне. Энни? Только не надо опять давиться. Энни? Счет, пожалуйста. Рэмо. Энни, Энни, боже мой. Энни. С вами все в порядке? Все хорошо. Все хорошо. Еще никто не умирает у Рэмо. Ну, был как-то один парень. С вами все в порядке? Надеюсь, я ничего не трудно, что не надо было. О, нет, нет, все в порядке. Спасибо, мистер... Арабиан. Кеннет Арабиан. Тот самый Кеннет Арабиан? Из арт-галереи Кеннет Арабиана? Обожаю вашу галерею. Каролина, посмотри, кто спас меня. Кеннет Арабиан. Из арт-галереи Кеннет Арабиана? Вы не поверите, но я Кеннет Арабиан из арт-галереи Кеннет Арабиана. Я Энни Спадаро. Я Каролина Даффи. Очень приятно. Она не всегда так плохо выглядит. Так вы были в моей арт-галерее? Я вас умоляю. Десятки раз. Верно, Каролина? Да, десятки. Так странно, Кеннет, ведь перед этой небольшой схваткой Энни со смертью... Мы с ней говорили о нашем знакомом художнике Ричарде. Вы, наверное, хотели бы, чтобы я взглянул на его работы. Да. Как вы догадались? Сложно подавиться, если нет еды. Вы уверены, что ваш знакомый подходит для моей галереи? Да, определенно. Он создан для галереи Кеннета Арабиана. Определенно. Ну что ж, пусть зайдет ко мне в галерею. Могу ли уточнить, он всегда такой измученный? Да. Мне нравятся мученики. Я здесь. Давайте остановимся. Кеннет Арабиан. Ричард Каринский. А, точно, из ресторана Рэмо. Отель Мэй Луизы не пришли? Нет. На самом деле, иногда они пускают меня погулять одного. Что ж, они сказали, что ваши работы идеально подойдут к моей галерее. Вы когда-нибудь выставлялись, Ричард? Только на холодильнике моей матери. Но зато целых 8 лет. Я бы хотел взглянуть, что у вас есть. Мне жаль, но мой рентген не работает. Мне действительно нужно посмотреть. Не стесняйтесь. Будьте откровенным. Я открыт для критики. Да кто вы такой, черт возьми, чтобы судить меня? Ричард, я ведь только сказал «хм», и это хорошее «хм», знаете ли. Любопытно. Я вижу в ваших работах то же, что ранее видел у Кригеля. У Кригеля? Кураж, индивидуальность, только больше тоски. Чем у Кригеля? У меня больше тоски, чем у Кригеля? Надо же. Он же в пещере целый год прожил. Ричард, хотели бы выставиться здесь? Боже мой, боже мой. Вы же не будете задыхаться у меня на руках, как ваша подруга. Нет, нет, я в порядке, все хорошо. Я готовлю групповую выставку и отбираю художников, которые, как я считаю, заслуживают внимания. Думаю, вы идеально впишетесь. Так это не персональная выставка? Групповая выставка – это здорово, замечательно. Мне пора. Надо пригласить всех, кто в школе считал, что из меня ничего не выйдет. Постойте. Выход здесь. Да. Кто там? Это я. Привет. Китайский ресторан был закрыт, так что я принес пиццу. Мостов в округе Мэдисон не было, поэтому я взял тупой еще тупее. Я не мог вспомнить, что ты хотела выпить, поэтому взял нам доктор Пеппер. Ну что ж, 0 из 3 тоже неплохо. Ну как? Что? Ты не замечаешь? Нет, конечно, нет. Ты похудела. Нет, набрала вес. Нет. Это нехорошо. У тебя новые сережки? Новая одежда? Один из этих надувных бюстгальтеров. Дэл, у меня новая прическа. Да ладно. Серьезно. Неужели ты не замечаешь? Да ты всегда так выглядишь. Кто это заметит? Боже мой. Твои волосы выглядят потрясающе. Это что, что-то типа звуков, которые только собаки слышат? Покружись, покружись. Самое приятное, он сказал, что я могу сделать то же самое сама всего за 15 минут. Иди ты. Ушла. Мы в девчачьей стране, пора есть пиццу. И как Ален отнесся к тому, что ты больше у него не стержешься? Нормально. Он понимает, что не сможет стричь меня после того, как я уехала в Норвегию. Каролина. Я не умею отшивать людей. Я даже химчистку не могла сменить, пока хозяин старый не умер. Ты такая жалкая. Я не жалкая. Вот когда я читала речки на его похоронах, вот тогда я была жалкой. Ричард. Ну, здорово. Хочу тебя от всего сердца поблагодарить за то, что ты заставила меня встретиться с Кеннетом Арабьеном. Ему понравились мои работы. Он сравнил их с работами Кригеля. Боже мой. Ричард. Кригель. Это поразительно. Делл. Энни. Вы слышали? Его сравнивают с Кригелем. Вы ведь понятия не имеете, кто это, да? Да, но звучит потрясающе. К точку. И знаете, что самое интересное? Я участвую в выставке. Ричард, твоя первая выставка. Я так за тебя рада. Хорошее начало. Да, здорово. Смотри, не загордись. Еще вот что. Кеннет хочет, чтобы я выбрал картину для выставки, но я не могу сам этого сделать, потому что они для меня все слишком близки. Поэтому я хотел бы попросить вас принять участие. Вы ведь помогаете мне принимать решения. Эти две и еще две на лестничной клетке. Боже, надеюсь, они в порядке. Не сомневайся, Ричард. В порядке. Как это называется? Внутреннее путешествие. Мог бы покороче назвать. Если бы меня спросили, я бы назвал это кетчуп. Кетчуп? Почему-то я не удивлен твоим редукционистским восприятием моих работ. Кого ты назвал редукционистом? Тебя. Мальчики, мальчики. Ладно вам. Ричард, перестань называть Делла редукционистом. Делл, перестань быть редукционистом. Что дальше? А как ты эту назвал? Лежащая обнаженная женщина. Давненько уже один, да, Ричи? Тебе, наверное, достаточно только взглянуть на Венеру Милоску, чтобы сказать, «Эй, кому нужны руки? Ведь есть такие сиски». Ладно, ладно, не подпускайте его к ним. Сейчас вернусь, принесу оставшиеся. Привет, Ричард. Привет, Чарли. Одну из моих картин выставят в галерее. На Бродвее? Чарли, как картина может быть выставлена на Бродвее? Все начинается с мечты. Вот комикс для газеты, а вот рождественские открытки для художественного отдела. Вот это да, крутые картины. Это Ричард. Мне сразу захотелось жареной картошки. Я же говорил. Чарли, если тебе так нравится искусство, можешь прийти на выставку Ричарда. Это в галерее Арабиана. Что, на Спринг-стрит? Да. А я и не знал, что Ричард гей. Гей? 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 Что значит гей? Ну, это когда два человека одного пола... Чарли, почему ты решил, что Ричард гей? Потому что только геи выставляются в галерее Арабиана. Парень моего брата художник, и он там выставлялся. Только моей маме не говорите, это разобьет ей сердце. Она думает, что он встречается с доктором. Боже мой, это убьет Ричарда. Он понятия не имеет. Ну, Каролина, будет тебе уроком. В следующий раз занимайся своими делами. Я не могу понять. Просто в голове не укладывается. Если эта галерея только для геев, то почему Арабиан выбрал меня? Это меня убивает. Люди так запросто судят только потому, что ты хорошо одеваешься, не любишь спорт, ходишь в оперу. Ты уверен, что тебе нужно отказаться? Да, мне нужно отказаться. Я натурал. Ричард, ты был готов умереть, чтобы твои картины оказались на выставке. Может быть, твоя натуральность будет нашим маленьким секретом? Отличная идея. Постойте, постойте, что вы предлагаете, чтобы я солгал и выдал себя за гея? Ну-ка, быстро. День рождения, Лайзе Миннелли. У тебя не найдется свободного морячка для меня? Очень стервозный, это хорошо. Ричард, что тебя так мучит? Каролина, я не стыжусь своей натуральности. В наше время я должен иметь возможность войти в галерею с женщиной на руках и не чувствовать себя, как будто бы я выставлен на всеобщий обзор, как какой-нибудь урод. Тогда советую не приводить ту женщину, которая позировала тебе для этого. Эй, мистер Арабиан? А, Ричард. Нам надо договориться останавливаться вот здесь. Могу я с вами поговорить? Конечно, но сначала я покажу тебе кое-что. Это твоя стена. Обычно здесь висит Кригель. Боже мой, на моей стене... Кстати, краска еще не высохла. Мне так неловко. Не стоит. У Кригеля было то же самое. Вы решили, какую картину желаете выставить? Кстати, об этом, Кеннет. У меня есть проблема. Кеннет, ты знаешь, я люблю тебя как мать, которой у меня никогда не было. Но где ты набрал этих рабочих? Это каким тупоголовым нужно быть, чтобы повесить калаш лицом на север? На нем же компас есть. Говард Берман, Ричард Каринский, он тоже участвует в выставке. Я не асоциален, я в кризисе. Я имею дело с людьми, ничего не с мыслящими в полярности моего искусства. Кстати, тебе очень идут эти очки. Пожалуйста, реши проблему. Говард, успокойся, я сейчас же пойду туда. И еще. Я видел прайс-лист экспозиции. Я думал, мы договорились на 40. Когда ты собирался мне сказать? Минуточку. Вы имели в виду 40 тысяч долларов? Да, Говард, я говорил тебе, что планирую распродать картины по цене от 20 до 30 тысяч. Понимаю. Прошу прощения, это за одну картину или за всю выставку, включая мебель? Арнон, нет! Послушайте, позвольте... Я хочу прояснить. Вы хотите продать мою картину за 30 тысяч долларов? О, нет, Ричард, ты новичок, поэтому придется согласиться на 20. Ну так, что там у тебя за проблема? Я не знаю, что подготовить на день рождения Лайзе Миннелли. Я так и знала, что мне не идут яркие цвета. Чувствую себя лягушонком Керметом. А кто собирался подчеркнуть платьем свою великолепную новую прическу? Тебе что, не нравится мое платье? Победить невозможно. Проверим парней. Гей? Гей? Совсем гей? Гей? Непонятно? Натурал. Увидимся. Не будем мешать Энне искать иголку в стоке сена. Мы договорились. 20 минут и уходим. Дэл, ты чего такой встревоженный? Ничего не могу поделать, Каролина. Я в комнате полный геев. Это все равно, что гулять в клетке с пикбулями со свиной отбивной на голове. Каролина. Вот. Она здесь. Ричард, мы гордимся тобой. Вижу, ты остановился на лежащей обнаженной женщине. Ты уверен, что это правильный выбор для этой компании? Не смогла найти няньку. Ладно, пора сфоткаться. Нет, не надо, Каролина. Встань рядом с картиной, давай. Ладно, ладно. Сделай серьезное лицо. Секундочку, просиди, чтобы было видно ценник. 20 тысяч. 20 тысяч? Дэл. Только посмотри, 30 тысяч долларов. Да за эти деньги BMW можно купить. Дэл. Да ты посмотри. Как ты себя чувствуешь? Каролина, это может стать для меня переломным моментом. Конечно, я себе это не так представлял, но если кто-то купит мою картину, я, наконец-то, глядя в зеркало, буду знать, что я смотрю на настоящего профессионального художника. Это так мило. Ничего, если я тебя обниму? Давай. Я сказал всем, что ты лесбиянка. Извините, время есть? Ой, не обижайся, старик, но я натурал. Я только время хотел узнать. Каролина, ты? Ален? Я думал, ты в Норвегии. Ну, была. Я не могу питаться только одной сардиной. Погоди-ка. Это же не моя стрижка. Что? Стрижка? Ты ходишь к кому-то еще, не так ли? Ален, это не то, что ты думаешь. Вот только не надо, я не дурак. Ален, я не собираюсь тебя бросать. Это было всего один раз, и ничего для меня не значит. После трех совместных лет, я не хочу тебя больше знать. Ален, может, начнем все заново? Что, если я приду на следующей неделе? Для чего? Постричься из жалости? Ну уж нет. Ален, Ален, знаю, это меня не оправдывает, но я тогда была пьяна. Энни, Энни, как я выгляжу? А что? Ну, не знаю, просто никто из этих парней на меня даже не смотрит. Делл, по-моему, ты выглядишь отлично. С другой стороны, я не парень. Эй, эй, где Каролина? Не знаю, а что? Те парни хотят купить мою картину. Иди ты! Ушел! Пойду найду Каролину. Это здорово. Если ты смог продать это за 20 тысяч, то только представь, сколько дадут за кетчуп. Он же в два раза больше. Мои поздравления, Ричард. Ваша обнаженная женщина теперь будет лежать на парке веню. Спасибо, Кеннет, спасибо. Я так рад, что у меня есть возможность предоставлять художникам геям место, где они могут свободно выставляться и быть независимыми от предрассудков. Ну что вы. При каждой продаже я чувствую, что моя жизнь приобретает смысл. Боб и Боб так взволнованы. Ведь они не просто покупают то, что им нравится, они покупают это у художника гея. Боже. Послушайте, Кеннет, я должен вам открыться. Не должен, не должен, не должен, не должен. Кеннет, я должен так поступить. Я не могу продать эту картину, потому что... Потому что мне подарил ее на нашу третью годовщину. Думаешь, я забыл? Я не против того, чтобы ты ее продал, милый. Мне не нужны картины. Мне нужен только он. Дэл, Дэл, ты не понимаешь, что делаешь. Он так не любит эти проявления страсти на публике. Мы все время с этим боремся. Дэл, поговорить нужно, можно тебя на минутку? Конечно, милый. Кстати, он только о вас и говорит. Дэл, Дэл. Ни за что. Нет, я не продам картину. Это нечестно и неправильно. Ричард, если тебе интересно мое мнение... 20 тысяч долларов! Кеннет, я должен сказать вам правду. Я натурал. Натурал? Я так должен был об этом узнать. Мне жаль. Вы дали мне такую возможность, а я все запорол. У вас есть все причины сердиться на меня. Я не сержусь. Я разочарован. Но, Ричард, послушайте. Я знаю одно. Вы ничего поделать не можете с тем, каким вы родились. Вы натурал. Примите это и гордитесь этим. А теперь простите, мне нужно отменить сделку. Я понимаю. Боб и Боб. Ричард, Энни сказала, ты продал картину? Это долгая история. Твои волосы выглядят потрясающе. Что с ними произошло? Ну, только скажу, что позволила Алену сделать это по-быстрому в женском туалете. Иди ты. Ушла. Каролина в большом городе. Авторы идей Фред Барон, Марка Пеннет и Доди Дартпен. Я выиграл. Зачем так реагировать на проигрыш? Это же дружеский поединок. Исполнительные продюсеры Фред Барон и Марка Пеннет. Не могу понять. Целый час игры в ракетбол, а прическа в полном порядке. Как это у тебя получается? Гель между играми. Ненавижу встречаться с парнями, которые красивее меня. Привет, Ричард. Извини, я опоздала. Ничего страшного. Катти Ли бубнила тут про Фрэнка и Коди, как будто бы ты была на месте. По-моему, тебе нужно немного поупражняться. Это улучшает самочувствие. Ты играешь в ракетбол, Ричард? Только не в рабочее время. Но это же я. Послушай, давай приступим к работе. Иди, мамочка не разрешает мне больше играть. Ладно, созвонимся позже. Так, так, так. Посмотри, я раскрасил кухонные принадлежности. Хорошо играла, в следующий раз повезет. Не поняла, что значит в следующий раз повезет? Мы же не закончили третью игру. Кстати, о смене темы. Вернемся к работе. Где здесь соль, где перец? Ричард, ты же мне проигрывала. Незаконченная игра не считается. Тебе любой скажет. Скажи, Ричард. Ну уж нет. Я недостаточно квалифицирован, чтобы судить об этом. Обратитесь в Международный ГАГский ракетбольный трибунал. И все-таки реши, где здесь соль, а где перец. Итак, давай уладим. Была ничья. Ну и фиг с ним. Кто будет покупать кухонные принадлежности с Каролиной? Хочешь верить, что была ничья? Так и считай. А знаешь что, Каролина, ты выиграла. Довольно? Терпеть не могу, когда он так делает. Ладно. Реванш. Прошу прощения. Как насчет сжатых сроков? Как ты можешь уйти на игру, оставив меня за работой? Я же босс. Ты пользуешься этим как щитом. Ричард, это всего на час. Я должна объяснить Деллу значение слова «неудачник». Ну, если вы займетесь лексикой, это целый день займет. Надо же. Кейти Ли собралась пять. Я пытаюсь разыскать Каролину Даффи. Она ушла играть в ракетболл три часа назад. Ну, не знаю. Мелкая такая шатенка. С ней был парень. Такой крупный, избалованный. Ладно, неважно, они уже здесь. Так, так, аккуратнее. Положи меня на пол. Хорошо, если хотите заняться сексом вместо обеда, так хотя бы обеда дождитесь. Ричард, я спину повредила. Последние два часа мы провели в больнице. Что? Ты сказала в больнице, что у тебя сроки? Там у парня с пулей в череп и свадьба была. Просто замечательно. И что же мы теперь будем делать? Ричард, я никогда не нарушала сроков. Даже в школе ни одного дня не пропустила. Ну, может быть, только один, и то не по своей линии. Ладно, я уже это слышал в больнице. Люблю тебя. Пора на совещание. Если что, понадобится, звони. Это было в третьем классе, и я только... Давай ты это расскажешь, когда тебе станет лучше, и меня рядом не будет. Ладно, Ричард, давай работать. У нас есть еще время. И что, ты действительно думаешь, что встать сможешь? Да, только дотяни меня до стола и поставь. Ладно, давай. Больно. Тогда вот так. Еще больнее. Каролина, Каролина, у тебя сроки. Куда ты? На башню, в колокола звонить. Возьму еще льда для своей спины. Так, так. Ты работаешь, я даю лед, ладно? Спасибо. Пока я здесь, может тебе еще чего захватить? Да, стакан скотча ко льду. Я не понимаю, Каролина, как ты могла пойти играть в ракетбол, когда с комиксом не закончила? Когда я в напряжении, я лучше работаю. В колледже я никогда не заканчивала работать над курсовой раньше последней ночи. А колледж ты не закончила, потому что... Ричард, я ничего тебе не буду говорить, если ты мне будешь тыкать этим в лицо. Так, вот. Что это? Лед у тебя кончился. Это замороженный цыпленок. Ричард, это так мило. Никто еще не клал под меня цыпленка. Ну, у некоторых народов это означает, что мы женаты. Погоди, погоди, погоди. Что ты там хочешь стереть? Маленькая ромашка на ее платье, такая кривая. Боже, я что-то плохое сделал в прошлой жизни. Тебе сдуть? Нет, сама справлюсь. Хорошо. Возьму-ка я немного имбирного эля. Нет, нет, нет. Так, ты сдуваешь, а я достаю имбирный эль. Просто немыслимо. Я слышала. И хорошо, потому что я хотел, чтобы ты услышала. Нет тут имбирного эля. Как нет? А так, у нас в отделе напитков есть бутылка выдохшегося шампанского, банка рассола и еще что-то трехмесячной давности. Ладно, тогда воды. Просто представлю, что это имбирный эль. Знаешь, когда я была в первом классе, меня пчела ужалила. И я должна была идти к медсестре. Тогда мне смог помочь только имбирный эль. Надо же, из этого получится фильм не хуже списка Шиндлера. Эта история так и просится на экран. Ричард, мне совсем не весело. Знаешь, как плохо, когда так сильно ударишься? Вообще-то нет. Я никогда не бываю таким неаккуратным. Что? Ты ни разу не подворачивал лодыжку, не ломал кости, не ударялся ногой. Нет, что-то не припомню. Чем же ты занимался, Ричард? Проводил детство запертым в своей комнате? У меня были книги. Привет. Это тебе. Стоял на коленях у моей двери. Клянусь, я не подсматривал замочную скважину. У меня ее нет. Слава богу, я уже подумал, что ослеп. Каролина, я принес тебе письма от поклонников. Надо же, сколько у меня поклонников. На самом деле один. Как освободиться, хочет встретиться с тобой. А зачем ты на курице сидишь? Наконец-то вылупилась. Я повредила спину, а лед кончился. Ну, если ты спину повредила, так что же ты тут делаешь? Иди в постель. Она пытается уложиться в сроки. Сроки. Эй, не надо. Сроки. Я могу что угодно. Так, у Каролины есть чувство ответственности. Хотя в твоем словаре наверняка этого слова нет. Зато, подозревая, в нем есть 42 варианта фразы, я не прочь выпить с тобой, морячок. Классный прикид. Наверное, сердце замирает, когда ты слышишь об очередной распродаже вещей Джонни Кэша. Хватит вам, мне больно, и у меня сроки. Будьте полюбезнее. Каролина, я сделал кое-что для тебя. Я написал стих, хочу, чтобы ты послушала. Лежишь с ушибленной спиной, как раненый сурок. И был цыпленок ледяной, мне виден твой сосок. Так, Чарли, тебя на работе еще не потеряли? Это вряд ли. Однажды я был заперт в копировальной комнате целых два дня. Зато у меня есть 2000 копий моей задницы. Энни, у тебя есть имперный эль? Не знаю, а у тебя? Нет. Значит, и у меня нет. Ты этим лечишься? Да, мне их доктор прописал. Я тебя умоляю. Я их пью, когда хорошо себя чувствую. Вот, эти крошки действительно помогают, но не мешай их с водкой, это плохо. Будет хорошо, но это плохо. Хорошие новости. Я звонил в издательство, нет необходимости успевать в сроке сегодня. В каком смысле? Ну, у газеты есть другой комикс на твою полосу. Такой комикс? Кэти. Кэти? У-у. Что? Ничего. Я шесть лет занимаюсь комиксами, и думаю, у них найдется место и для других. Кэти и Каролина, как зажженная сигарета и промысленная тряпка. Сам знаешь, что будет. Посади меня за стол. Что? Что за большое дело? По-моему, они обе ни о чем. Если она длинно-волосая и в купальнике, то считать, что может метить на мое место, пусть себе другое место ищет. Ну, если ты собралась работать через боль, то тебе обязательно надо попробовать вот это. И что, действительно помогает? Каролина. Я профессиональная танцовщица. Тело танцора – его инструмент. Нужно знать, как оберегать его, как лечить. Нужно знать анатомию, строение тела. Быть танцором – все равно, чтобы быть терапевтом. Ну да, оба с буквы «Т» пишутся. Я вот карикатурист. Это все равно, чтобы быть космонавтом. Твоя черная птица счастья тебе не поможет. Вот, принимай по четыре штуки каждые два часа. Спасибо. И тебе отдохнуть нужно. У меня все. Как удивительно. Кое-кто такой заботливый, но тут сказано две таблетки каждые четыре часа. Послушай, всезнайка. Дважды четыре – все равно восемь, как ни крути. Итак, данное лекарство не вызывает сонливости. Рад это слышать. Так, так, Каролина, я нашел. Каролина. Каролина. Так, что делал старина Сид, когда это случилось с Нэнси? Каролина, я нашел мускатный орех. Зачем он тебе? Ты его просила принести. Не просила. Просила. Не просила. Не просила. Ладно, хорошо, не просила. Это я обезболивающих перебрал. Ты тоже? Ну же, Каролина, вспоминай. Сроки. Тебе нужно дорисовать комикс. Знаю. Я не могу рисовать. Согласен, но публике тем не менее нравится. Ну же, давай, давай. Вот так. Ну, замечательно. Мне бы имбирного эля. Сотый раз говорю, Каролина, нет у тебя имбирного эля. Забудь про него. А тост можно? Тост? Вместо имбирного эля? Все едят тосты с имбирным элем. Ладно, 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 будет тебе тост. Кстати, а у нас есть мускатный орех? Тост, тост, тост. Кэти, Кэти, Кэти. Привет, я здесь. Наконец-то. Что нельзя было взять телефон и позвонить? Я вкалываю целый день у плиты, а ты ушел на свое паршивое совещание. Погоди, я выйду и попробуем снова. Привет, дорогой, ты дома? Погоди, погоди, а где имбирный эль? Точно, я думаю, что же еще? Ну, замечательно. Ты забыл имбирный эль, да она уже целый час только о нем и говорит. Да дал бы ей апельсинового сок, она не настолько капризная. Не настолько капризная, не настолько капризная? Вот, полюбуйся. Эти яйца пережаренные, эти недожаренные, а эти вообще долбанные. Будь с ней помягче. Это ты будь с ней помягче, а я просто на ней работаю. Ладно, я же здесь. Сделай перерыв. Перерыв? Я не могу сделать перерыв. Мне нужно доделать тост. Ее комикс должен быть готов через час и восемь минут, а она может рисовать только на моей руке. А что такого страшного произойдет, если она не успеет? Они напечатают два комикса про Кэти. Каролина? 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 Милая, пора вставать. Пора вставать, милая. Ты можешь ненавидеть меня сейчас, но завтра ты возненавидишь меня еще больше, если не напечатают Кэти. Вот так. Ходим, ходим, ходим. Уже пришли? Каролина, нам нужен сюжет для комикса, милая. Ладно, ладно. Каролина на лодке ищет большого белого кита. Каролина, это моби-дик? Нет, да, нет, да, нет. Ладно, начнем. Когда же вы угомонитесь? Я просто пытался ее поднять. Все так говорят. Чем ты ее накачал? Не знаю. Ты бы спросил у Эйны, нашей любезной танцор-шитеры-наркоторговца. Ладно, все в порядке. Я постоянно с этим сталкиваюсь в своей компании. Это всего лишь потеря концентрации у сотрудника. Мы говорим об одном и том же? У нас тут полный разлад. Ладно, план Б. Мы с вами закончим ее комикс. Что? Конечно, ты художник, я генератор идей. В неприятности вляпаемся. Ну да, Ричард, приедет полиция комиксов и побьет тебя большой колотушкой. Возьмите кто-нибудь. Просто не верится. Просто не верится, что я опустился до рисования комиксов. Я пять лет изучал Ван Гога, Мане, Ренуара. Надо было изучать Инди Капа. Если бы кое-кто не позволил бы выпить эти таблетки, то я, я, а кто сегодня утром подбил ее на игру в ракетбол? Я не подбивал. Ну да, технически ты заставил. Я не заставлял. Так и было. Ладно, Ричард, я заставил. Я здесь сижу. Извините, капитан Кирк. Ну, генератор идей, мне нужна твоя идея. Так, так, нам надо закончить четыре маленьких кадра. Бам-бам-бам, смешно. Ладно. Сосредоточимся. Что у нас есть? Одинокая девушка, приключения в большом городе, и так далее, и тому подобное. Так, так, может попытаться посмотреть на работу с женской стороны. С женской стороны. Сосредоточимся. Пробуем с женской. Знаешь что? Нет у меня женской стороны. Тем лучше будешь. Ладно, ладно, я сдаюсь. Что же делать? Я понял. Какое у женщин любимое занятие? Болтать. Нет, ходить по магазинам. Сразу видно, что ты тут не работаешь. Ладно, за работу. Вот Каролина пошла за покупками. Она в супермаркете. Она хочет купить немного туфель. Туфель? Туфель. Отлично. Это так по-женски. И она говорит продавцу. Я возьму десяток. Хорошо. А тот спрашивает. Пар или штук? Отлично. Рисуй. Нет, погоди. Может сначала у нее спросить? Слушай, тело Каролины наверху в спальне, но душа ее сейчас находится гораздо выше. Как вы, мистер Алина? Вам стало легче? О да, спасибо. И как же называется этот чудесный эликсир, который высосал всю боль из моего тела? Это местный секрет. Мы называем его имбирный эль. Имбирный эль. Имбирный эль. Имбирный эль. Имбирный эль. Дэлф. Ричард. Кто-нибудь? Сольчик. Сольчик, помоги мне. Сольчик, принеси мне имбирный эль. Сольчик. Иди. Принеси мне имбирный эль. Иди. Нет, нет, рисуй кривее, как Каролина. Иди, Сольчик, мы работаем. Имбирь. Не понимаю. Так, так, Каролина примеряет туфли. Да-да, поворачивается к продавцу и спрашивает. Меня эти туфли не полнят? Классно. А ты еще говорил, что у тебя нет женской стороны. Так, так. Она дает свою кредитку продавцу. А он говорит, что лимит исчерпан. А она отвечает, не может быть, мне не хватает туфель. И как он к вам попал? Удивительно, я передам ей. Они получили комикс вовремя. Да. Почему ты хочешь меня ударить? Я не собирался бить тебя. Дай пять. Зачем? Потому что мы закончили, и мы хорошо поработали, и мы парни. И вот что мы делаем, когда заканчиваем хорошо проделанную работу. Мне нравится. А вот это больно. Пять пятьдесят. Отлично. Биг Бен наконец-то встал. Боже мой, боже мой. На часах без десяти шесть. Какой сегодня день? Четверг. Замечательно. У меня есть еще десять минут, чтобы комикс закончить. Так, Ричард. Держи конверт открытым. Делл, очень быстро облетай комнату и поверни время вспять. Так лучше? Выброс адреналина. Мне нужна идея. У Каролины помутнение рассудка. Каролина. Помутнение. Помутнение. Каролина, успокойся. Твой комикс уже отправлен. Что? Мы сделали твой комикс. Надо же. По-моему, таблетки еще действуют. Мне послышалось. Мы сделали твой комикс. Ну да, мы только что спасли твою задницу. Позвольте прояснить. То есть вы двое взяли карандаш и нарисовали комикс про Каролину и отправили его? Да, и лучше подальше убери чековую книжку. Этот парень умеет подделывать твою подпись. Ребята, ребята, я очень ценю вашу помощь, но ведь это все не так просто. Вы же не можете просто нарисовать пару лишних носов, подписаться Пикассо и выставиться в музее? Но если старина Пабло не будет укладываться в музейные сроки, то мы позаботимся и о нем. Да, и он подкинет своим ассистентам немного деньжат. У меня есть поклонники. Поклонник. Неважно, он без меня не может. Прежде чем ты отвергнешь это, ты можешь просто взглянуть на копию. Ладно, жизнь проносится у меня перед глазами, и это может стать ее частью. Мне не хватает... ТУФЕЛЬ! Ну, что скажешь? Что, что? Ну? Если учесть, что у вас, ребята, было мало времени, и это всего лишь одна полоса, вполне в моем стиле. По-моему, очень мило. У вас отлично получилось. Да! Это смешно! Смешно! Туфли! Похоже, мы закончили. Да. Пора отправиться в ближайший бар, посмотреть спортивный матч и открыть бутылку вина. Пиво. Пиво. Знаешь, она просто чудо. Начинает сравнивать себя с Пикассо. После этого Кэти дадут целую страницу. Ей не понравилось. Я так не думаю. Просто ты не видишь этого. Поверь, ей не понравилось. Что бы она понимала, это здорово. Людям по всей стране это понравится. Где-то в Сиэтле. Доктор Крейн, что случилось с Каролиной в большом городе? Это же бессмыслица. Мне не хватает туфель. Ты права, мне непонятно. Каролина в большом городе. Авторы идеи Фред Барон, Марка Феннетт и Доди Дартан. Просто обожаю современные технологии. Исполнительные продюсеры Фред Барон и Марка Феннетт. У нас новая танцовщица в кошках, Вельмена. Она немка. Абсолютная зануда. Всегда одевается в черное, не красится и даже пиво не пьет. Ну какой смысл быть немкой, если пиво не пьешь? Звучит удручающе. Так и есть. Я думаю, она создана для Ричарда. Пожалуй, ты права. Плохо, что он до сих пор еще встречается с Шелли. С этой прилипалой? Она нам не нравится. Я думала, он бросил ее еще неделю назад. Да, он искал подходящий случай. Но сначала у ее отца случился приступ, потом ее с работы уволили, затем пожар случился. Привет. Остаток по карте. 212 долларов. Пока. Ой, она все еще там. Ты о чем? У тебя какая-то фигня на носу. Боже, Энни, почему ты мне раньше не сказала? Но я пыталась. Я в автобусе подавал тебе сигнал. Этот сигнал для этого? А что, по-твоему, как в бейсболе? Бери вторую базу. Мистер, остаток 212 долларов только что сел в длиннющий лимузин? Иди к мамочке. Эй, мистер Думчик. О чем думаешь? Надо бросить ее до того, как она заставит съесться диджима этой кастрюли. Ммм, вкусно пахнет. Бонни Белинда, давай подарим Ричарду страстный поцелуй. Боже, я ведь Ричард Каринский. Просто убей меня. А теперь ты ее поцелуй. Боже, если я тебе не нужен, приди за собакой. Ричард, у меня сегодня лучший день в жизни. Я вернулась на работу, а для отца нашли подходящее свиное сердце. А в видеопрокате были все 4 фильма про маппетов. Пусть, скажи ей до того, как ее отец отторвнет сердце. Ну, о чем задумался? Шелли, нет, нет, погоди. Спроси меня, о чем ты думаешь. Нет, нет, я сама скажу тебе. Ладно. Я думаю, между нами есть что-то особенное. В прошлом мужчины мне часто делали больно. Я могла бы с этим справиться, но им всем хотелось от меня только одного. Тишины. Но как только я тебя увидела, я поняла, ты не такой. Мы с Бонни Белиндой поговорили и решили, мы хотим проводить с тобой больше времени. Я захватила зубную щетку и запасную собачью миску. Знаешь, Шелли, звучит прекрасно, но я не уверен, что нам стоит делать это. Почему же? Просто будь честным, ты ей многим обязан. У меня аллергия на твою собаку. У тебя аллергия на Бонни Белинду? Да, да. Слушай, я знаю, меня это тоже убивает, но я постоянно чихаю и чихаю. Знаю, знаю, я был у врача, и он сказал, что это из-за Бонни. Может быть, есть какие-то уколы, таблетки или еще что-нибудь, у меня на них аллергия. Ну тогда у нас проблема. Знаю, знаю. Я догадываюсь, как нам поступить. Мы с Бонни всегда вместе, с тех пор, как она щенком была. Боже, становится хуже. Боже мой, Ричард. Не то, чтобы я не переживаю за тебя, но я не смогу быть с человеком, который не может быть моей собакой. Я понимаю. Хорошо, что мы это выяснили до того, как все стало слишком серьезно. Знаю, мне тоже тяжело. Думаю, Шелли, мне нужно какое-то время побыть одному. Хорошо. Чтобы танцевать на улице. Ну давай. Что же так долго? Наконец-то. Эй, а деньги где? Алло? Карту дал, чек дал, а денег нет? Это не его лимузин, он шофер. Знаешь, они должны шляпы надевать. Может, хватит? Я есть хочу. Это затянется на весь день. Неплохо выглядит. Сметана с луком? Да. Давай, возьми одну, тебе же хочется. Добрый день, мисс Даффи. Я миссис Банкс. Вы миссис Банкс и работаете в банке? Забавно, да? Что забавного-то? Итак, ей вернут ее деньги или как? Вы ее родственница? Энни Спадара, общественный активист. Скорее всего, это компьютерный сбой. Может, вы ненавидите технологии? Нет, технология наш друг. Для нее, по-моему, даже больше, чем друг. Понимаете, все операции по банкомату снимаются на видео. Нам нужно просмотреть пленку, чтобы убедиться, что вы не получили деньги. У вас камера в банкомате? Да. За маленьким зеркалом. Мы все снимаем. Все? Вам так нравится повторять? Нет, 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 нет. Все, что от вас требуется, прийти завтра утром, когда пленки будут доступны. Мы сможем их вместе просмотреть. Я пойду за соответствующими бланками. Хорошо. Соответствующие бланки. Хорошо. Так, хватай оставшиеся чипсы и пойдем отсюда. Почему? У банкомата в камеру я... Что? Я... Я... Я брала вторую базу. На камере все будет таким огромным. Перестань. Я за тобой. Скорее. Хорошо. Знаешь, раньше я терпеть не мог животных, а потом я встретил собаку по кличке Бонни Белинго, которая спасла мне жизнь. Привет, Ричард. Милая. Милой дома нет. А где она? Читает слепые, мылю гинеколога, я не знаю. Просто удивительно, что с твоим отношением у тебя вообще есть подружка. Конечно, тебя это не касается, но Шелли и я благополучно расстались. Наконец-то ты ее бросил. Я не бросал никого. Я деликатно освободился. Значит, ты ей соврал? Да нет, не брал я ей. Сказал, что у меня аллергия на собаку. На самом деле у меня аллергия на кукурузу. Так что технически это было преувеличение. Аллергия на собаку? Неплохо. У нее действительно есть собака? Да, есть. Это здорово. Даже не знаю, от чего мне так нехорошо. От того, что солгал ей или от гордости к себе. Да ладно, не казни себя. Ты просто поступил по-мужски. Добро пожаловать на нашу планету. Обещай, что ты им не скажешь. За кого ты меня принимаешь? Еще раз говорю, обещай, что ты им не скажешь. Привет, ребята. Привет. Где были? Мальчики, вы не поверите. Каролин и я были у банкомата на восьмой. Ладно, хорошо, давай скажем в открытую. Я поковырялась в носу, а они записали это на видео. Давайте, подкалывайте, больше у вас такой возможности не будет. Каролина, ты такая сопливая. Каролина, ты такая ковырялка. Каролина, ты ковыряешься в носу? Боже мой. А я твоими карандашами пользуюсь. Вообще-то я только хотела сказать, что ты 200 баксов потеряла. Ну ладно. Не могу поверить, что ты делала это у всех на виду. Я не знала, что меня видят. Я была уверена, что одна. Шутишь? На восьмой? Ты, наверное, там всегда в носу ковыряешься. Так, я здесь работаю и попрошу не употреблять слово нос и слово ковыряться в одном предложении в ближайший час и 15 минут. Не думала, что скажу это, но я согласна с Ричардом. Удивительно, что это с тобой произошло. Ты ведь даже зубы не чистишь при мне. У каждого есть свои маленькие заморочки. Кто тут запирается в туалете, даже когда совершенно один? Я работаю над этим. Не помогает. Ой, Ричард, мы тебе мешаем? Так лучше? А теперь проясните мне, вы встречаетесь уже 9 месяцев, и ты не чистишь зубы при нем, а ты при ней не писаешь? Это останется тайной. Но вы же пара. Если любишь, то не можешь сказать, что это слишком отвратительно. Жду не дождусь парня, при котором смогу спокойно брить свою промежность. Дай объявление и жди. Очень надо. Постойте, это совершенно разные вещи. Кого волнует чистка зубов? Но ходить в туалет перед кем-то? Да ладно вам. Ричард, поддержи меня. Я Швейцария, вы остальной мир. Можешь даже не пытаться. Он еще ни разу не пользовался моим туалетом. Ты не пользуешься чужими туалетами? Погодите, пристань. Что ты был на самолете из фильма «Выжившие». Ты в Андах. Ты только что съел лучшего друга. И ты за тысячи километров от своего туалета. Ладно, вот и все. Четверть пятого. Пора идти уже куда-нибудь. Не расстраивайся, Ричард. Мне даже не хочется говорить об этом, но в этот банк я больше не собираюсь. В смысле? Ты хочешь отказаться от двухсотин баксов лишь из-за того, что слегка оконфузилась? Я голышом пройдусь по улице за двести баксов. Ты сделаешь это из-за пятнадцати, но узнали об этом на прошлых Хэллоуинах. Каролина, ты должна туда вернуться. Не позволяй им оставить все так. Я не собираюсь это так оставлять. Я поиздеваюсь над ними в своих комиксах. Нет, нет, Каролина, пожалуйста. Вспомни, как мы поиздевались над электрической компанией. Я не смогу опять работать при свечах. Хочешь вернуться в банк? Вот что ты должна сделать. Открой у них банковскую ячейку и засунь туда кусок печени. Через три месяца они будут знать, Каролина Дахи не тот человек, которого можно кинуть. Да ладно тебе, Каролина. Пойдешь туда слегка сконфуженная, а выйдешь с деньгами. Все равно, чтобы участвовать в ток-шоу. Умоляю, оставьте ее в покое. У Каролины есть принципы. Это вы двое научились жить без них. Спасибо за поддержку, Ричан. На самом деле, если у тебя были принципы, то в первую очередь ты не стала бы делать ничего отвратительного. А сейчас, если не возражаете, мне пора в туалет. Я на пути от боли к счастью. Я на пути от боли к счастью. Ага, а-а-а. Шелли? Все сделано. Что сделано? Я думала, думала и поняла, что единственный способ для нас остаться вместе, это отпустить Бонни. И вот, сегодня утром, я пошла и нашла ей новый дом. Ты отдала свою собаку ради меня? Она у замечательных людей. У Флемингов замечательный дом на Лонгайленде. Бонни будет где разгуляться. Так что, думаю, мы снова вместе. Еще и чесноком пахнет. Дорогая, нет ли у тебя каких-нибудь забавных хлопьев, например, с пляшущими эльфами на коробке? Возьму немного капитана Хруста по пути из банка. Из банка? Неужели ты решилась? Да, я решила, что ты прав. Прошу прощения, я не расслышал. И зря, потому что я не стану повторять. Это 200 долларов. И кому какое дело, что кто-то там увидит, что я такое делаю на пленке? Мне даже видеться с ними больше не придется. Придется, ты там обслуживаешься. Больше нет. Привет, Ричард, что случилось? Она отдала собаку. Что? Шелли. Она жить без меня не может, поэтому отдала свою собаку, чтобы мы были вместе. Надо же. Знаю. Представь, каким бы я был неотразимым, если бы у меня были деньги. Послушай, Ричард, думаю, тебе нужно быть честным с ней. Скажи ей правду. Какую? Что я задыхаюсь от нее? Поговори с ней. Не обязательно использовать такие слова, но нужно сказать ей правду. Я права, Дэл? Ну да, права. Ты... ты права. Ты что, похудела? Удачно выкрутился. Пока. Давай, родная. Развлекись там в банке. Я люблю тебя. Итак, тебе нужно научиться врать. Серьезно? Доверься мне, я знаком с ложью. Я же выпускаю поздравительные открытки. И какое-то ко мне имеет отношение. Ричард, сам посуди. Ты не стареешь, ты становишься лучше. Ни фига, стареешь. Я бы снова на тебе женился. Конечно, если выпинешь свой уродливый халат и начнешь делать зарядку. Знаешь, Дэл, спасибо, конечно, но я не думаю, что все решается с помощью открыток. Да что ты? Внизу мой Порш Каррера говорит об обратном. Итак, у тебя есть два пути. Быть цветоши или засранцем? Пятость это, конечно, замечательно, но тебя постоянно будут клевать взад. Засранцем проще. Просто прими это и проживи остаток жизни, осознавая, что ты засранец. Прямо как кантри. Пытаешься не слушать, но не выходишь. Но быть цветошей это, конечно, для тебя. Так, секунду. У тебя аллергия на собаку. Она отдала собаку. Так, 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 вот. Вот что ты должен сделать. Забери собаку, посунь ей к двери. А потом скажи, что она нашла дорогу домой, и вам надо распрощаться, потому что ты не можешь встать между женщиной и такой преданной собакой. Но это же мерзко. Не за что. Здравствуйте, миссис Банкс. Я здесь, и уже поздно, так что давайте просто поднимем старые записи и покончим с этим, и вы сможете вернуться к своей работе. Это и есть моя работа. К тому же, нам нужно подождать менеджера. Он должен одобрить транзакцию. Ой, а я думала, что мы с вами просто сядем и будем смотреть, как две подружки у телевизора. Я ей кит-кат принесла. Нет. Нет. Это мистер Нович. Он займется проверкой. И чтобы вы там себе не надумали, он далеко не новичок. Спасибо, Сара. Здрасте. Каролина Дуффи. Приятно познакомиться. Знаете, я был поклонником ваших комиксов долгое время. А я зачитывалась банковскими отчетами. Присаживайтесь. Как я понял, один из наших банкоматов заглотил ваши денежки. Забавно. То же самое недавно случилось с Дэвидом Леттерманом. 40 баксов, а он вышел из себя. Знаете ли вы, сколько денег у него на счете? Ну, конфиденциальность мне не позволяет сказать, сколько, но вы можете себе представить. Вы меня заинтриговали. Давайте, попробуйте угадать. Я намекну вам. 135 тысяч долларов? Холодно, холодно, холодно. Послушайте, мне нелегко было сюда вернуться, поэтому не могли бы мы как-то ускориться и покончить с этим, чтобы побыстрее вернуться к своим жизням? О, кушайте знаменитости. Дела, дела, дела. Ладно, начнем. Только кнопку найду. Вот, взгляните. Это я? Нет, это он. Парик поправил. Надо будет оставить для рождественской вечеринки. Взгляните, взгляните. Сара, Сара, бегом сюда. Думаю, нам нужно поставить охрану. Просто взгляните. Знаете, сколько раз за день нас пинают? Угадайте. Я совсем забыла, я же оставила своих близнецов, Джона и Кеннеди-младшего, в машине. Нет, нет, подождите, мисс Даффи, не торопитесь. Мы уже и до вас добрались, мисс Д. Вот, просто отдайте это любому кассиру, и они будут рады вам помочь. Ну, спасибо. Думаю, вы еще увидите меня на рождественской вечеринке. Мистер Флеминг, извините за беспокойство, я Ричард Каринский, друг Шелли, хозяйки собаки. А, Шелли? Ну да, чем могу быть полезен? Ну, я боюсь, она поняла, как ей не хватает Бонни Белинды, больше, чем она могла себе представить. Она считает, что совершила большую ошибку, ей очень плохо без нее. Мистер Флеминг, очень неприятно просить вас, но есть ли какой-нибудь способ вернуть Бонни Белинду? Ну, даже не знаю, мне нужно поговорить с Джоуи. Джоуи? Давай, у тебя получится. Не могу, просто не могу, мне жаль. Ты такая трусишка. Ладно, ладно, хорошо, туалет, дверь открыта, вперед. Давай. Давай. Я не смогу. Знаешь, может быть мы слишком торопимся. Может быть сделаем что-нибудь полегче. Придумал. Как насчет почистить уши друг перед другом? Замечательно, надо купить ватные палочки. Знаешь, что самое грустное во всем этом? Субботу вечером магазины не работают. Ты прекрасна, мисс Пигги. Я думаю, что мы делаем. Обожаю этот фильм. Знаешь, мы прямо как Кермит и мисс Пигги. Только теперь они на Манхэттене. Ну все. Крутые времена требуют крутых решений. Ричард! Шелли! Шелли, прости. Я понимаю, это отвратительно, и ты больше никогда этого не увидишь. О нет. Это только показывает, что мы настолько близки, что можем делать друг перед другом такие вещи. Пойду схожу за своими ножницами для ногтей. Каролина в большом городе. Авторы идей Фред Барон, Марка Пеннетт и Доти Дартбетт. Только посмотри на них, какая милая парочка. Он так внимателен к ней. Посмотри, как он гладит ее по щеке. Но почему я не могу себе найти такого же милого парня? Не волнуйся, найдешь. Исполнительные продюсеры Фред Барон и Марка Пеннетт. Ладно, хорошо. Я позвоню ей, как только до офиса доберусь. Кому? Моей маме. Они с отцом сегодня вечером будут в городе и хотели поужинать с нами. А, ужин? Я уже поужинала. Это вчера было. Еще раз попытайся. Я собиралась чистить духовку. Она самоочищающаяся. Ладно, я собиралась составить ей компанию. Каролина, ты отменяла встречу четыре раза. Мама думает, что вернулся мой воображаемый друг. Давай, Каролина, она не так плоха. Дэл, эта женщина пыталась свести тебя с кем-то другим в день твоей свадьбы. Она просто поняла, что этот брак ошибка еще до того, как я женился. Она переехала твою вторую жену. Эллен была одета в серое и было темно. Дэл, ты должен признать, она пугает. Да, я знаю. Но я-то буду на твоей стороне. Посмотри на это с другой стороны. Если ты выживешь, то сможешь сделать из этого отличный комикс. Ага, ты считаешь, что я могу не выжить. Ой, подожди. Ричард, вернись, обещаю, не буду петь. Так это пение? Я думал, что кота кастрирует. Ему тридцать, он не стареет, просто становится лучше. Откуда ты про мой день рождения узнала? Из твоего заявления о приеме на работу. Я-то думал, тот плачок бумаги уже давно истлел. Значит, тридцать, Ричард? Помню я свое тридцатилетие старик. Приехали мы толпой в Вегас, сняли номер в гостинице. Мой приятель привел двух дамочек с такими большими... Думаю, мне лучше замолчать. Ладно, мне пора. Не забудь, сегодня восемь. Дэл, дорогой, я совсем забыла, я собиралась выпить с Ричардом в честь дня его рождения. Не собиралась, это был сюрприз. Хороший сюрприз, но я не смогу пойти. У меня большая вечеринка. Крыть больше нечем. Ладно, хорошо, пойду, встречусь с твоей мамой, она полюбит меня. Ты лучшая. И знаешь, это будет даже весело. Ну ладно, не очень весело, но не станет худшим событием в твоей жизни. Это лозунг европейского Диснейленда? Увидимся в восемь. Ладно, Ричард, приступим. Извини, тебе, наверное, шарики мешают. Теперь нет. Я забуду про это, ведь ты именинник. Итак, я думала, подарить тебе что-то типа свитера или просто выписать чек, но чек — это как-то безлика. Так что с днём рождения тебя, Ричард. Из года в год. Одно и то же. Чек? Я решила, что безликая тебе больше подойдёт. Это мой сэндвич. Ну здорово, он умер для меня. Хочешь доесть? Лети, лети, ты свободен. Привет. А что, Каролины нет? Нет, так что если хочешь поболтать о своей скучной жизни, позвони на радио. О, Ричард, у тебя днюха. Нет-нет, это у Ричарда Гира днюха. Оставайся, будем есть торт и прикалываться на Синди Кроуфорд. Какой капризный. Сейчас угадаю. 30? Точно, 30. О, большие 3, 0. Ну и как? Знаешь, на самом деле это как гора сплечь. В смысле, что толку в 20-х годах? Не тут тебе всерьёз не воспринимать, если только ты небольшой выпивоха. Пустое десятилетие. Выпью за это. И всё-таки, где Каролина? Не знаю, она закончила комикс, ушла что-то бормоча о покупке платья, запрыгнула в автобус и так далее. Сильно нервничать перед встречей с мамой Делла, да? Ты мне скажи. Так здорово заполучить на ужин подружку Делла. Она нервничает. Ричард, если тебе не понравился праздничный обид, что я сделал для тебя, мог бы просто сказать. Платье покажи, платье покажи. Я была в 8 разных магазинах и нашла там вот это. Что скажете? Только честно. Очень по встрече с мамой. Да-да. Только, возможно, надо поискать жерелье, которое подойдёт к антигражданной наклейке. О, нет. Обопрись. Знаешь, у тебя хороший заработок, тебе не обязательно красить из магазинов. Прекрати, Ричард, я заплатила за него, просто они забыли снять. Это знак. Я не хочу встречаться с этой женщиной. Что же мне делать? Вот, возьми лезвие. Поможет? Да. Не пойму, чего ты так волнуешься насчёт встречи с матерью Делла? Он, конечно, первенец, единственный сын, платит элементы обеим бывшим женам, по-любому на тебя возненавидит. Знаешь, как ни странно, это помогает. Энни, мне нужно знать год. Вот, пожалуйста, благодарим за покупку, удачного вам дня. Послушай, Ричард, уже 10 минут пятого, может, уже пойдёшь домой, у тебя же день рождения. У тебя планы на сегодня? У него большая вечеринка. У него большая вечеринка? Да, я сама обалдела. Прошу прощения, а чем я, по-вашему, должен заниматься в свой день рождения? Не знаю, думала, что ты свернёшься калачком в обнигу с горстью земли со своей родиной и будешь ждать рассвета. Нет, это на Новый год. Ладно, Ричард, приятного тебе вечера. Значит, большая вечеринка? Да. И как это будет? Типа, сядете кружочком, одетые во всё чёрное, и будете обсуждать, какой антидепрессант лучше помогает? Ну, или в твоём случае, не помогает. Энни, прости, что мой сценарий вечеринки не начинается с накачивания текилы и не заканчивается вытряхиванием чего-то бумажника в попытке вспомнить, с кем ты была. Расслабься, Ричи. Я просто пытаюсь подбодрить. Иди, устрой себе лучший день рождения в своей жизни. Спасибо. Иду. Энни, что ж, теперь нам остаётся только выяснить способ, как завлечь его в Луминдейл. Дэл, Дэл, наконец-то я нашёл тебя. Я обижал 12 кварталов и перелез через 8 автомобилей. Что случилось, Чарли? Какие-то проблемы в офисе? Да, мои таланты не признаются. Ой, Чарли, сейчас не время. Послушай, у меня есть классная идея для открыток. Выслушай меня. Чарли, до завтра это может подождать? Нет, нет, я хочу поделиться ими сейчас, чтобы освободить место для новых. Ладно, хорошо. Дни рождения домашних питомцев. Они же тоже рождаются и всё такое. Так. С днём рождения, маленькая дворняга. Ты очень преданная собака, но прошу, не касайся языком моего лица. Ведь ты им свой зад облизываешь. О, пианино! Сегодня удачный день. Будут обычно не найдёшь. Тебе что, нравится этот фильм? О, да, я его обожаю. Нет, я знаю. Вы думаете, большинству парней нужны типа стрельба, обнажёнка, грязь и всякая. Но я считаю это унизительным. Для... Человеческого духа. Серьёзно? Да, да. В смысле, мне подавай молчаливую борьбу Холли Хантер каждый день. Ну, а вы что берёте? Розня в женской общаге, два. Значит, я просто мог быть самим собой. Ну так, будь самим собой. Ладно. Так-так-так, не как сам Винцент, пан Хмурь. Энни, что ты здесь делаешь? Пересадку бёдер. Что я, по-твоему, здесь делаю? Я думала, у тебя большая вечеринка. Я делаю. Ну да. Каждый год на мой день рождения ко мне приходят друзья, и мы кино смотрим. Страсти по Анне. Порнушка. Это вряд ли. Это шедевр Бергмана. Об искалеченной женщине, которая пытается обрести смысл жизни после смерти своих детей, но терпит неудачу. Ну, счастливого тебе дня рождения. Стальные ягодицы, стальной живот, стальные бёдра. Вам что, нравится смотреть это и заедать бетоном? Надо же, у вас сегодня день рождения. Да, я совсем забыл. Ой, тридцатник? Если не возражаете, я спешу. Так это вы ещё помните восьмидорожечные кассеты и всякое такое? Почему бы вам просто не положить это в пакет, и я просто... Эй, спокойно, в ваш день рождения берёте одну кассету, вторая бесплатно. А вот и вторая бесплатно. Фраза, которую, я уверена, она говорила уже много-много раз раньше. Страсти по Ане? Ух! Привет, Ремо. Буна-сэра, Каролина. Как прекрасно вы выглядите. Вот только вот эти вены на лбу. Я сегодня встречаюсь с Делом и его родителями. Прошу прощения. Вам что, подлуняньку нанять? Вижу, она ещё более воспитана, чем Делл говорил. Я посадил их за столик для особых гостей. Особых гостей? Особых геморрных гостей. Кто тебя спрашивает? А что, если ты большая шишка, то только ты и шутить можешь? Делл, наверное, в туалете? Сеньор Делл ещё не прибыть. Нет, нет, скажи, что ты пошутил. Бог мой, мне это во сне привиделось. Только в моём сне я была голая, а у матери Делла была голова ящерицы и змей вместо волос. Ну, по крайней мере, ты не голая. Знаешь, мне не нужно это. Что же мне делать, Ремо? Если желаете, можете спрятаться на кухне до прибытия, сеньор Делл. Нет, нет, я уже большая девочка. Если я могу болтать со своим гинекологом во время осмотра, то и с этим справлюсь. Тогда бросим этого Амара в банк и посмотрим, как она закричает. Я просила Джин, если вы не в состоянии прочитать этикетку, поищите того, кто сможет. Китчин! Накричь! Из всех животных, которые у меня были, вы лучшие. Помните об этом, когда будете прятаться в своей норке. Чарли, тараканы — не домашние животные. Будут, если дать им имена. Послушай, Чарли, если ты не заметил, у меня не самый лучший день. Мои родители в городе, типографы бунтуют, Каролина взволнована. Я говорил, что мои родители в городе? Да, старик, начинаешь думать, что же еще может случиться? Вау, надеюсь, это не я сделал. Кто там? Это Энни. Чего тебе? Мы кассеты перепутали. Правда? Да. Ну, здорово. Ладно, ладно, спокойно. Поскорее, а то тут какой-то наркоман на площадке. Замечательно. Вот. Эй, а где вечеринка? Я перенес ее. Почему? Из-за пожара. Пожара? Какого пожара? Какая разница, уже закончился. Аккуратнее, Ричард, с моим черепом, а то я не смогу сувать нос в чужие дела. Хорошо, спокойной ночи. Послушай, нет ничего постыдного в том, что ты остался в одиночестве. Мы с тобой в одной лодке. Если честно, у меня должно быть свидание сегодня, но оно не состоялось. Правда? Да. Назад, назад. Ну, если на чистоту, то нет никакой вечеринки. Жаль, потому что я солгала тебе. Неужели ты всерьез думаешь, что меня могут продинамить? Знаешь, спасибо за поздравление. А теперь спокойной ночи. Ричи, не позволяй одному неудачному дню рождения взять над тобой верх. У всех бывают неудачные дни рождения. Вот я помню, когда мне стукнуло 14, у меня только что крути выросла. Прошу прощения. Я что, предложил тебе сесть? Извини, я только половину рассказала. На чем я остановилась? Как всегда, на груди. Точно. Ничего себе. Наверное, это очень много времени требует. Акарамия, здесь есть мой секрет. Когда имеешь дело с лепенными вручную волосами ангела, нужно быть деликатным. Нужно класть воду по одной макаронине. Прошу прощения. Ладно, я ухожу. Эй, уже пять минут я пытаюсь дозваться официанта. Мне нужна сода до того, как это превратится в пятно. Здесь кто-нибудь по-английски говорит? Эй, хозяйка, ты должна говорить по-английски. Не понимать, не понимать. Понаехали. Уж, лучшие вы это наверняка знаешь. Что за идиотка? Что ж... Это на выброс. Так вот, на мой седьмой день рождения, мама пригласила клоуна, Битлбома. Он приперся под мухой, начал приставать к моему кусену. Тот врезал ему и забрызгал кровью весь торт. И все, что могла сказать тетя Камила, то просто обрежем этот кусок. Постой, постой. Ты думаешь, это самый плохой день рождения? Ладно. Про мое 12-летие родители вообще забыли. Ты говорил это про свой 8-й день рождения. Скажем так, это стало традицией. Бог мой, невероятно. Я правда скучаю по тем временам. Почему же? Ну не знаю. Тридцатник был еще так далеко. Я не пойму тебя. Ты же говорил, что быть 30-летним здорово. Ну да, я еще говорил о большой вечеринке. Понимаешь? У меня была цель, чтобы к 30-ти годам увидеть свою картину на стене музея. Ричард, не нужно слишком высоко задирать планку, а потом казнить себя. Я же не плачу от того, что я не миссис Робби Бенсон. Спасибо за компанию, но думаю, мне нужно добраться до постели и проспать остаток этой несчастной ночи. Погоди, Ричард. Сегодня же твой день рождения. Есть еще одна вещь, которую нужно сделать. Я не настолько пьян. Я тоже еще в своем уме. Просто надень пальто. Что скажете? Мы застряли в метро. Я мужчина. Вы женщина. Я говорю по-английски. Вы читаете чешские газеты. Она не понимает международного языка любви. Спокойно, Чарли. Боже, четверть девятого. Невероятно. По-моему, твои отстают. На моих 8.22. Каролина убьет меня. Что же мне делать? Точно тебе говорю, кто-то под поезд бросился. Как насчет дюжины роз? Очень мило с твоей стороны, но я предпочел бы прибавку к зарплате. Хочешь мне врезать? Музей современных искусств. Просто не верится, что мы пошли на это. Если коп появится, Пикассо, технически ты пошел на это. Если попадешься симпатичный, то возьму его на себя. Все. Готово. Что скажешь? Это... Это... Смело? Смело. Скажем так. В общем, у тебя получилось. У тебя есть подлинный Каринский на стене музея к твоему 30-летию. Ну, наверное, его кутрус моют. А вино вылетрится. И мы больше не будем друзьями. Нет куда без добра. С днем рождения, узкозадый. Спасибо, потаскушка. Эй, давай. Официант? Иди. Сам иди. Ты иди. Проиграл. Три. Ура, два, три. Проиграл. Так это все еще здесь? Вообще-то, приятно слышать. Его нет. Наверное, где-нибудь на лужайке отлеживается. В лучшем случае. Мне надо идти туда. Вот она, эта безрукая девица с кухни. Чего вылупился? Так зачем ты мне ее показываешь? У меня получится. Привет. Послушайте. Не слово. Ты пришла уничтожить меня острым перцем? Нет, нет. Я хочу извиниться за то, как мы встретились. Сюрприз. Я говорю по-английски. Второй сюрприз. Я Каролина Даффи. Даже не думай. Надо же. Послушайте, я пытаюсь извиниться. Вы можете это просто принять? Нет. Сидите тут и судите, судите, судите. Вы могли сорвать первую свадьбу и проехаться по второй жене. Мне не нужны такие намеки. И рискуя испортить наши потенциальные отношения, я должна сказать, вы претензиозная, высокомерная, ограниченная... Я не могу это произнести. Бич. Стерва. Вот он смог. Так что, если желаете видеть это лицо улыбающимся на ужине воскресенья, вам стоит изменить отношения. О, Кэр, дорогая, мне так жаль. Это мне жаль, потому что я не стану есть с этими людьми. Вот и славно, потому что мы собираемся обедать с моими родителями вон там. Ну, думаю, у вас теперь есть тема для разговора по пути домой. Приятного аппетита. Джонни, будет весело. Мои родители полюбят тебя. Еще не встречал родителей, которым бы я не понравился. Родители-подружки? Да, полюбуйтесь. Пара пустяков. Хочешь дружеский совет? Да, конечно. Беги. Спасибо. Ну, как тебе моя мама? Лучше, чем я думала. Очень мило с ее стороны было посоветовать хорошего пластического хирурга. Думаешь, она права? Это меланома? Мне понравилась ее история о 30-летнем парне, умершем от аневризмы. Но кто мне скажет, сколько одеколона, это много одеколона. Я это пытался тебе годами объяснить, но ты это и слышать не хотел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА